Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Депутаты в Кирове утвердили выплаты на детей, не посещающих детсад. Инициативу рассмотрели на заседании Гордумы. Она предполагает ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей на детей от полутора до трех лет, которым не досталось места в муниципальном детском саду. Ожидается, что на 1 сентября этого года таких детей будет 940, сообщила начальник департамента образования Арабелла Шарыгина. Планируемый период предоставления меры соцподдержки с 1 сентября этого года по 31 мая 2025. Так как в 2024-2025 годах ожидается ввод в эксплуатацию дополнительных мест в детсадах, сообщила Шарыгина. Новую меру соцподдержки депутаты поддержали единогласно. 30 кировских предприятий отправили лес в Белгород. Лес необходим приграничному региону для укрепления оборонительных сооружений. Как рассказал зампред областного правительства Михаил Сандалов, власти Кировской области обратились к местным предпринимателям с призывом о содействии. В течение трех дней 30 предприятий предоставили безвозмездно тысячу кубометров леса. Машины с лесом уже выехали в Белгородскую область. Помощь наш регион приграничным территориям оказывает системно, уточняет губернатор Александр Соколов. В эфире экономика. Увечного огня за 3 миллиона 700 тысяч заменят брусчатку и ограждение. Подрядчика на выполнение работ уже нашли. Это компания из Кирово-Чепецка и Старимонт. Она стала единственной, подавшей заявку на конкурс и проведет работы по начальной цене контракта, то есть без бюджетной экономии. Подрядчик должен будет разобрать брусчатку и уложить новую, сделать водостоки, также демонтировать старые ограждения и сделать новые металлические с поручнями из хвойных пород. Все работы должны быть выполнены до дня города 12 июня. Продолжение следует...